Детская библиотека номер 9, округа Майская горка, представляет Виктор Владимирович Галявкин, мы играем в Антарктиду Мама куда-то ушла из дома, и мы остались одни, нам стало скучно Мы перевернули стол, натянули на ножки стола одеяло, и получилась палатка Словно мы в Антарктиде, там, где сейчас наш папа Мы с Вовкой были очень довольны, что вот так сидим мы в палатке Хотя и не в Антарктиде, но как будто бы там, и вокруг нас льды и ветер Зимовщики не сидят все время в палатке, сказал Вовка Они, наверное, что-нибудь делают Наверняка, сказал я, они ловят китов, тюлени, ну и еще кого-нибудь Вдруг я увидел нашу кошку, я закричал Вон, тюлень! Ура! крикнул Вовка, хватай его! Кошка остановилась, внимательно посмотрела на нас и побежала обратно Ей не хотелось быть тюленем, я это сразу понял Но что мы могли поделать? Надо же нам кого-нибудь ловить! Я побежал за ней, споткнулся и упал Набил на лбу большую шишку Когда поднялся, кошки уже нигде не было Вовка полез под кровать, я за ним Там было темно и пыльно, но кошки там не было Тогда я вылез весь пыльный и стал чихать Наконец и Вовка тоже вылез из-под кровати Да вот же она! крикнул я Кошка сидела на кровати Я чуть было не схватил ее за хвост Но Вовка толкнул меня Кошка прыг И на шкафу Попробуй ее достань оттуда Ну, какой же это тюлень? Сказал я Тюлени разве могут сидеть на шкафу? Ну, пусть это будет пингвин Сказал Вовка Как будто бы он сидит на льдине Тогда мы стали свистеть и орать во все горло Чтобы пингвин испугался и со шкафа спрыгнул А он, этот пингвин, словно и не слышит Очень хитрый Притаился там на шкафу и сидит Тогда кинули мы на шкаф подушку Но кошка только хвост свой спрятала Тогда мы с Вовкой закинули еще три подушки Кастрюльку, зонтик, папину шляпу, мамины платья И много-много книг Но кошка опять не спрыгнула Тогда Вовка принес таз с водой И поставил его у шкафа Вздумает кошка со шкафа прыгнуть Пусть прямо в таз прыгает Пингвины же любят в воду нырять Мы еще кое-что побросали на шкаф Подождали А потом поставили к шкафу стол На стол поставили стул На стул чемодан И полезли на шкаф А там кошки нет Исчезла кошка Неизвестно куда делась Стал Вовка со шкафа слезать И прямо в таз с водой плюхнулся Вода разлилась по всей комнате И тут мама входит А за ней наша кошка Она, видимо, форточку выпрыгнула Пока мы на шкаф ползли Вовка так и остался в тазу сидеть До того напугался Удивительно, говорит мама Нельзя их на минуточку одних оставить Нужно же такое в квартире натворить Потом нам пришлось, конечно, самим вымыть весь пол А кошка в это время важно ходила вокруг А через три месяца приехал папа Он рассказал про Антарктиду Про полярников И нам было очень смешно, что мы думали Будто зимовщики только и делают Что ловят китов, тюленей да пингвинов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!